Если говорить про этот самый терроризм и по отношению к мирному населению в том числе, такая же ситуация и во временно оккупированном Мелитополе, она просто ужасающая. В Мелитопольские застенки оккупанты привозят новому мобилизованных для того, чтобы тренировать их бить наших гражданских, мирных людей. Вы только вдумайтесь, друзья, сейчас эту вопиющую ситуацию, эту ситуацию в том числе, обговорим с Иваном Сергеевичем Федоровым, городским главой Мелитополя. Иван Сергеевич, здравствуйте, спасибо огромное, что с вами времяствуем. Да, приветствую вас. Расскажите, пожалуйста, то, что мы только что озвучивали, что это за зверские тренировки такие происходят? Для того, чтобы понять, что происходит, нужно понять цели россиян. Сегодня расисты определили наш город как свой центр административный, логистический, через который они ведут переброску своего личного состава, тяжелого вооружения, боеприпасов. После их бегства с Херсона, лучших их элитных частей с Херсона, которые бежали очень быстро, элитно, они, к сожалению, осели многие на территории города Мелитополя и Мелитопольского района. Заселяли как свободные квартиры, дома в центре города, так и заселялись в целые села. В селах это выглядело следующим образом. Они заходили в село, если было недостаточно домов и квартир пустых от тех людей, которые выехали с временной оккупации, они давали меньше суток нашим горожанам, чтобы освободить остальные дома. Соответственно, сегодня концентрация российских военных, она очень большая. Это десятки тысяч личного состава, тысячи единиц техники. И, конечно же, от этого в первую очередь страдает то мирное население, те примерно 50 тысяч жителей, которые сейчас остались на временно оккупированной территории Мелитополя. Конечно же, террор продолжается. И есть основные факторы, которые хочу привести, чтобы все понимали, что происходит на временно оккупированных территориях. Ну, первое. Мы постоянно освещаем то, что жителей массово берут в плен. Только официально известно нам те родственники людей, которых обратили, что с 24 февраля в плен взяли более 700 людей. И более 100 человек сейчас находятся в плену. Но я хочу сакцентировать внимание, что это только те цифры, те люди, которых родственники обратились и зафиксировали, что их родственники находятся в плену. И вот сейчас мы начинаем получать информацию, как с людьми обращались в плену, как с людьми продолжают обращаться в плену. И вот только несколько факторов, что женщина рассказывает о том, как 9 дней она была в плену только за то, что в ее доме нашли какую-то украинскую символику. 9 дней они находились с женщинами в количестве порядка 20 человек в морском контейнере, где даже не могли садиться, потому что места не было достаточно, поэтому находились стоя в морском контейнере. Но, конечно же, как мужчины прибывают в плену, это ад, потому что сегодня избиение, это уже не так страшно, потому что расисты начали применять пытки электричеством, и две недели назад они к нашим пленам начали привозить своих мобиков, чтобы именно на наших пленах они тренировались избивать мирных жителей, чтобы у них не было внутреннего страха перед этим. Поэтому это кошмар, это настоящие концлагеря, которые сегодня формируют расшисты, и я уверен, они за это все ответят. Иван Сергеевич, чего таким образом оккупанты пытаются добиться? Не расслышал вопрос. Чего таким образом оккупанты пытаются добиться? Первое, чего пытаются добиться, это страха среди населения. Они же возмущены тем, что наше мирное население не оказало им поддержки, не встретило их хлебом с солью. И представьте себе, 9 месяцев оккупации прошло. Каждый день в Мелитополе, в Мелитопольском районе какие-то взрывы. Каждый день коллаборанты и оккупанты по своей квартире ходят и озираются за углы, не взорвется ли там что-то. После 9 месяцев оккупации оккупантам некомфортно в нашем временно оккупированном Мелитополе. Поэтому таким образом через страх они пытаются получить повиновение. С другой стороны, они это же пытаются получить через нищету. 80% безработных денег нет, продуктов в магазине, те, которые есть, стоят в 5 раз дороже, чем, например, в Киеве, Харькове или Львове. И на сегодняшний день через нищету, через то, что они наших жителей пытаются превратить в бомжей, они также хотят получить повиновение. То есть их задача в страхе нищие люди. И таким образом расшисты думают, что они будут подчиняться тем указам, которые хотят, чтобы подчинялись наши жители расшистам. А скажите, пожалуйста, вот эта ужасающая история о том, что простых жителей Мелитополя и Мелитопольщины оккупанты заставляют рыть траншеи, делать эти фортификационные сооружения. И продолжается ли этот ад, продолжается ли то, что просто люди не могут отказаться, потому что за это могут физически очень жестко наказать? Продолжается ли эта история, Иван? Конечно, продолжается. И это же еще один производное из сопротивления. Сначала расшисты предлагали деньги за то, что наши люди будут рыть окопы. Предлагали 80 тысяч рублей зарплаты в месяц. Наши люди не хотят идти работать на расшистов, тем более рыть окопы, в которых все понимают, что расшисты останутся точно не в живом виде уже. И, соответственно, наши люди не хотят это делать. После этого расшисты начали пленных заставлять рыть окопы. Понятно, у пленных выхода нет, они роют окопы. Но этого им оказывается мало. И после этого целыми селами забирают людей на рытье окопов. То есть этот террор также продолжается. Но это производное из того сопротивления, которое продолжают показывать наши мирные жители. Такое же сопротивление есть и среди всех служащих. Учителей, докторов. Как пример приведу, Гауляй Тарбалевский на позавчерашней своей встрече с каким-то очередным гастролером, министром из России, сказал, что потребность временно оккупированной запросской области в учителях тысяча человек. Это что означает? Раньше у нас потребность, да, была, но она же, естественно, не в таких цифрах. Это означает о том, что массовые учителя выехали с временной оккупации. Те, которые остались, не хотят сотрудничать с оккупантами. И таким образом показывают свое сопротивление. То есть нет ни одной категории жителей, которая бы сказала, хорошо мы согласны с Россией. Все говорят о том, что мы России тут не рады и ждем вооруженные силы Украины. Да, вооруженные силы все ближе. Об этом де-факто говорит ситуация на поле боя. Временно оккупированный поселок Веселое, Мелитопольский район. Там ликвидировали военную базу российских оккупантов. Иван Сергеевич, расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Сегодня в каждом населенном пункте, в том числе и Веселом, это достаточно большой населенный пункт, находится в 30 километрах от Мелитополя, расисты размещают свои военные базы, где концентрируют личный состав, тяжелое вооружение и боеприпасов. Так, в ночь с воскресенья на понедельник, где-то они не там покурили, и после этого военной базы уже в Веселом нет. Но также Веселое несет стратегическое значение и для Энергодара, потому что с Энергодара через Веселое в Мелитополь открывается прямая дорога. Поэтому Веселое и логистический мини-центр для нашей территории, временно оккупированной Запорожской области. Поэтому, но, на что хотел бы обратить внимание. Если мы возьмем всю прошлую неделю, то как минимум 5 неприятностей наши силы сопротивления, вооруженные силы Украины принесли расистам. Это и демотивация с реанимацией одного из основных коллаборантов, это и уничтоженный военный склад в Бердянске, который детонировал долгие часы, это и милитаризация одного из их штабов в селе под Мелитополем, там, где горел клуб, который захватили расисты, и так далее. Поэтому каждый день расисты спокойно не просыпаются и спокойно не засыпают. Относительно того, насколько важен Мелитополь для армии врага, смотрите, давайте вот затронем такой еще момент. Все мы понимаем, и об этом тоже попрошу вас рассказать, какая ужасающая ситуация в медицине, с медициной в этом городе, в вашем родном городе. И вдогонку сразу же, вот относительно российской армии, есть информация, что более 10 российских оккупантов с травмами различной степени тяжести, они были привезены именно в Мелитополь, в местную больницу, для того, чтобы им оказывали помощь. Правильно ли я понимаю, что для российской армии, для преступной армии Путина, Мелитополь это еще, к сожалению, такое место, где можно подлечиться в то время, как страдает мирное украинское население? Мелитополь для них это последний такой шанс подлечиться, я бы сказал, потому что, если раньше, если посмотрим в историю месяц назад, то все больницы вокруг Мелитополя были захвачены, это Акимовка, Веселая, Михайловка, Васильевка, там все больницы были превращены в российские госпиталя. Количество потерь, количество раненых, это же сотни ежедневно, поэтому они заселяли максимально больницы в периферии вокруг города Мелитополя, а Мелитопольская больница оставалась единственной, которая оказывала медицинскую помощь для всего гражданского населения, начиная от генической, заканчивая Васильевкой, то есть это более полумиллиона людей приходили лечиться непосредственно в городе Мелитополя. Но расистам этого оказалось мало, они на сегодняшний день заехали полноценно и в Мелитопольскую больницу, и захватывают ее отделение. Например, вчера они уже поняли, что в инфекционном стационаре, в инфекционном госпитале им места мало, в котором 100 коек, и перебазировались уже в бывшую центральную районную больницу, где приблизительно 200 коек. Также захватили детскую больницу. Поэтому единственный корпус, который сегодня оказывает медицинскую помощь гражданскому населению, это основной корпус, и родильный дом продолжает функционировать для рожениц почти всей оккупированной Запорожской области. Поэтому сегодня расисты уже претендуют полноценно на нашу медицину. Но даже те корпуса, на чем хочу акцентировать внимание, которые продолжают работать для гражданского населения, расисты туда приезжают по ночам, особенно кадыровцы, могут в них устроить стрельбу, могут в них просто переночевать и принести заразу, антисанитарию и так далее. Как обстоят дела с принудительной мобилизацией? Ранее были примеры того, как оккупанты пытаются местное население в свои ряды перетянуть. 3000 жителей города Мелитополя мобилизированы в псевдодобровольский батальон под руководством Бальцкого, и он будет нести персональную ответственность в трибунале за это, за то, что подверг опасности наших жителей и заставил. 2000 жителей, они сейчас пытаются сформировать псевдодобровольные дружины. К сожалению, они втягивают в это наших детей. Например, на базе университета захваченного организовывают факультет юнормии и таким образом пытаются сформировать дружину. Но страшное еще впереди. Они выпустили указ, согласно которого все жители временно оккупированной Запорожской области являются гражданами России и подпадают под мобилизацию так же, как и граждане России. И мы четко понимаем, зачем это сделано. Чтобы беспредельно мобилизовать наших жителей в свои ряды армии. Поэтому наши жители массово стараются выехать, ищут возможности, невзирая на то, что сегодня это с каждым днем сложнее и сложнее, но все равно пытаются выехать. Я бы, знаете, Иван, хотел бы вернуться к работе медиков, к работе героических мелитопольских медиков. Скажите, пожалуйста, правильно я понимаю, те люди в белых халатах, которые сейчас пытаются даже в этих страшных условиях спасать мелитопольцев, они сейчас, по сути, находятся в том числе, ну, это заложники преступной российской власти. И наверняка им тоже достается тех самых кадыровцев в том числе. Ну, конечно, заложники, конечно, те медики, которые остались и спасают жизни наших мирных жителей, конечно, они сегодня в заложниках, но выполняют свой долг. Также важно отметить то, что сегодня расисты своей пропагандой пытались вбить в голову медикам, докторам, соцслужащим о том, что Россия это единственный шанс для них для жизни, а Украина их точно бросит. Но хочу отметить то, что даже после 9 месяцев оккупации Украина ни одного своего гражданина не бросила. Мы продолжаем выполнять все наши социальные обязательства. Все доктора, которые продолжают обеспечивать медицинскую помощь в гражданском населении, получают заработные платы. Все учителя, которые не предали свою страну и продолжают онлайн вести обучение для 14 тысяч школьников Мелитополя, получают заработную плату. И все социальные гарантии, пенсии и все остальное выплачиваются жителям и временно оккупированных территориях также. Поэтому мы точно верим в возвращение и поэтому, как обеспечивали поддержку нашего населения, так будем продолжать ее обеспечивать. Иван Сергеевич, спасибо большое. Спасибо за комментарии. Держитесь. Скорейшие деоккупации и Мелитополя в том числе. Иван Федоров, городской глава Мелитополя был с нами на прямой связи. Иван Федоров, городской глава Мелитополя